Продолжение следует... 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 нож. В настоящее время следственным управлением в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. Предполагаемая горе-грабительница местная, ей 40 лет, говорит, что мотив один – деньги. К преступлению готовилась заранее. Я несколько раз приезжала, что наблюдала. Точнее, три раза. Наблюдала, когда она выходит, как она выходит. Ольга, ну вы с вами пошли. Причина. Причина я уже сказала. Деньги, да? Можно. Сожалеете о садинах? Да. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие. Житель горячего ключа вырастил 30 кустов конопли. Вот так в цветочных горшках они красовались прямо на подоконнике его дома. Урожай растений и вода собрали правоохранители. А его самого задержали. Мужчине 35 лет говорит, что выращивал наркосодержащие растения для себя. За незаконную плантацию может схлопотать до двух лет заключения. В Краснодаре под колесами автомобиля пострадал 17-летний парень. ДТП с участием пешехода произошло 27 марта на углу Селезневой Ялтинской. По предварительным данным, юноша переходил дорогу и в этот момент его сбил Сузуки. За рулем уномарки находился водитель, которому 44 года. Пострадавший госпитализирован, у него травма колена. Кто нарушил правила, выясняют автоинспекторы. В результате еще одного ДТП в Краснодаре пострадали мотоциклист и его пассажирка. С травмами различной степени тяжести они оба доставлены в больницу. Случилось это также во вторник в начале пятого дня на перекрестке Северной и Севастопольской. По информации городского главка, водитель мотоцикла слишком поздно отреагировал на красный сигнал светофора и врезался в притормозившую впереди легковушку. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Два Мерседеса не поделили дорогу на трассе неподалеку от хутора Ленина. Один из них от удара застрял в дорожном ограждении. Произошло это 28 марта в половине девятого утра. По предварительным данным устроила аварию 39-летняя автоледи. Она выезжала с улицы Пластунской на трассу в сторону Краснодара и не пропустила иномарку, за рулем которой был 40-летний водитель. Оба остались целы, пострадали только машины. Обстоятельства случившегося уточняют автоинспекторы. Не менее серьезный конфликт. На улице Зержинского в Краснодаре в среду в 7.30 утра там столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным ДТП спровоцировал 35-летний водитель Мазды. Он выехал на встречную, его иномарка столкнулась с Киа, а она врезалась в попутную Шкоду. В ДТП пострадала девушка, которая управляла Киа. Она сейчас в больнице. Окончательные выводы об аварии стражи порядка сделают после проверки. В соцсетях очевидцы опубликовали видео жесткого ДТП в Сочи. Вот так 26 марта примерно в 6.40 утра закончилась поездка для водителя Лексуса. Он ехал по улице Виноградной, не справился с управлением, иномарка врезалась в бордюрный камень, а потом на скорости протаранила бетонную стену. На этих кадрах видно, как проезжавший мимо мужчина бросается на помощь. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. В Туапсинском районе на автодороге М4 Дона прокинулся большегруз МАН с полуприцепом. Многотонником управлял начинающий шофер. Ему 21 год. Стаж за рулем менее трех лет. Автоинспекторы пришли к выводу, что авария – результат неудачного маневра. Предполагаемому виновнику дорожного инцидента потребовалась помощь медиков. Они назначили ему амбулаторное лечение. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Субтитры создавал DimaTorzok